Здравствуйте, уважаемые соотечественники! В условиях активного проникновения коронавируса в каждую страну мира, и как вы знаете, в Казахстане уже после того, как чудесные дни 11-16 марта прошли, про которые сказал министр здравоохранения и главный санитарный врач, что вот плюс-минус неделя, наконец-то скоро к нам придут хорошие новости, в нашей стране появится коронавирус. Вот приблизительно так прозвучало с уст главного санитарного врача. И вот с того момента количество болеющих коронавирусом стремительно увеличивается. Вчера министр заявил, что их уже 27, сегодня я уже видел в Ютьюбе информацию, что уже 70, и надо понимать, что эти сообщения будут сейчас стремительно расти. И когда мы видели, что десятки тысяч людей, заболевших, было в Китае, а затем вы можете увидеть хронику, что происходит в Италии, развитой европейской стране, что фактически страна вся самоизолировалась, закрылась, и там каждый день умирает по несколько сот человек ежедневно. Вы понимаете, что информация, что якобы нет в Казахстане коронавируса, это просто был обман. Просто когда были летальные исходы, они приписывали каким-то другим обстоятельствам, выявляли другие болезни и все прочее, реальный диагноз не ставили, потому что в Казахстане даже нет системы тестирования коронавируса. И мы должны понимать, что эти события будут сейчас распространяться стремительно в нашей стране, и, к сожалению, многие из вас потеряют близких. Я сейчас хотел бы озвучить, на самом деле, не только информацию о реальной угрозе. Сейчас у многих из вас есть доступ к интернету, вы можете изучить и понять, что ситуация очень напряженная, и ведущие страны мира предпринимают экстренные действия по карантину, самоизоляции. Но, опять же, существует мнение экспертов, что этого недостаточно, нужно срочно выявлять больных, их лечить. И вот, собственно, комплекс мер, которые сейчас озвучиваются в ведущих странах мира, они будут реализовывать, потому что их правительства, они работают очень хорошо, сильно, экстренно, потому что их правительства регулярно избираются, и эти правительства действительно работают на народ, и народ их контролирует. В условиях, когда власть в стране контролирует один человек уже более 30 лет, и его назначенцы, их не избирает народ, и вы понимаете, что они будут делать только то, что скажет им Назарбаева. А Назарбаеву невыгодно устраивать панику, было все это время. То есть он делает всегда вдогонку, когда существуют разные финансовые кризисы, вы помните все эти девальвации, когда он обещал их не будет, потом все это обвалилось. Это, в первую очередь, связано с тем, что он думает, ну нас пронесет, проскочим, обманем. И второе, вы же теперь все понимаете, надеюсь, что это просто непрофессиональный, необразованный, неподготовленный человек. И самое страшное, что это лживый человек, когда лживый человек, не думающий о народе, попадает на позицию первого руководителя, впоследствии ужасающий, просто ужасающий. Поэтому, к сожалению, надо понимать, что сейчас те меры, которые предприняты, они уже носят запаздывающий характер. Ну и вы прекрасно знаете, что у Назарбаева, как он говорит, он старший брат Сипина, старший брат Китая, радуется. Но что-то мы не видели, чтобы его старший брат в лице Китая пригнал в Казахстан огромное количество масок, например, которых у вас не хватает. Или приборы, которые вентилируют легкие. Или поделился бы всеми своими возможностями по системе тестирования. Вон Украина уже миллион тестов получает с Китая. На эти средства порядка 60 миллионов долларов Украина выделила. И идет активный закуп средств защиты различных. Но разве вы слышали, чтобы Назарбаев получил от своего друга, младшего брата Китая, какую-то помощь? Мы эту помощь не видим. Да, они качают нефть, да, они скупают у нас сырье, все прочее. Но чтобы нам помогали именно так, как должен поступать младший или вообще в принципе брат, мы этого не видим. Ну единственное, вы услышали сегодня, что Назарбаев выделяет 200 миллионов тенге на борьбу с коронавирусом. Ну получается в среднем приблизительно по 10 тенге на каждого человека. Вы понимаете, что когда маска стоит минимум 140-150 тенге, 10 тенге вообще непонятно, куда потратить человек. То есть это фикция, а не помощь. Но помощь у нас должна быть полномасштабная. Не только по борьбе прямо с этим вирусом, но и полномасштабная для того, чтобы люди получили реальную денежную помощь, чтобы предприятие, бизнес тоже получил эту поддержку. Без этого страна просто загнется, при том в ближайшее время. Многие уже пишут, что закрываются гостиницы, торговые центры и другие предприятия, людей сокращают, увольняют, отправляют без содержания. И вы все прекрасно понимаете, что это только начало. Потому что на Казахстан надвигается еще другой кризис. При том, этот кризис, если для Казахстана и России это кризис, для Европы это радость. Потому что, когда цены на нефть падают, здесь получается, люди начинают меньше платить за бензин и другие расходы, коммунальные, за газ и все прочее. И оставшиеся деньги, которые они раньше тратили на нефтепродукты, они могут позволить себе потратить на покупку чего-либо другого. Накапливать, в конце концов, это же значительные средства. И приобретать машины или какие-то серьезные товары, квартиры, в конце концов и так далее. То есть, вы понимаете, то, что для Казахстана и России плохо, для Европы и Америки это хорошо. Потому что цены на низкие на нефтепродукты стимулируют развитие других отраслей. Появляются дополнительные налоговые выплаты для бюджета страны. Потому что у них себестоимость продукции становится меньше, прибыль больше. Соответственно, налоги в бюджет страны поступает больше. А у нас, к сожалению, падение цен на нефть приводит еще к другим последствиям. Вот сейчас давайте мы обсудим еще эти какие последствия. Цены на нефть сегодня уже достигли 27 долларов за баррель. В начале года они стоили порядка 70 долларов за баррель. 68 долларов за баррель. Представляете? Более чем три раза цены на нефть упали. И обратите внимание, цены на нефтепродукты в нашей стране не падают, не двигаются вниз. И вы знаете почему? Потому что это монополия Тимура Кулебаева, зятину Султана Назарбаева. Все эти процессы, которые сейчас происходят в мировой экономике, все эти последствия, которые мы видим у нас в стране, должны были привести, чтобы нынешнее правительство Назарбаева начало осуществлять энергичные действия, чтобы снизить давление этих последствий на нашу экономику, на вашу жизнь. Давайте посмотрим, что же все-таки делает Назарбаев и посмотрим, что же делают другие страны. В качестве примера я взял вот Великобританию. В Великобритании у семьи Назарбаева много недвижимости. Вот сейчас Дарига никак не может доказать, как она на 100 миллионов фунтов купила три объекта недвижимости, два дома и квартиру. И не может доказать, где она взяла деньги. У Тимура Кулебаева там огромные активы и там еще у Назарбаева есть группа компаний, которые держат там офисы, они там живут, квартиры и все прочее. Я поэтому для примера взял Великобританию. Так вот, премьер-министр Великобритании объявил о пакете помощи 330-350 миллиардов фунтов. Что это значит? Притом это не окончательная сумма. Что это значит? Это значит, что это 15% приблизительно от валового внутреннего продукта. Ну это слишком, наверное, для неэкономистов непонятная фраза. Но я вам так скажу. В Казахстане объем валового продукта приблизительно 180 миллиардов долларов. Так вот от него 15% это приблизительно должно составить размер помощи минимальный 27 миллиардов долларов США. Что вы услышали о помощи, которую осуществляет наше правительство? Ну 200 миллионов тенге. Спасибо вам, Нусултан Абишевич, по 10 тенге на человека. 200 миллионов тенге это 440 тысяч долларов. А должны 27-28 миллиардов. Думайте цифры. 27-28 миллиардов и вот Назарбаев 200 миллионов тенге подарил людям. Спасибо. Дальше идем. Теперь правительство говорит, что мы теперь будем осуществлять различную форму поддержку и об этом говорят, ну например, 300-400 миллиардов тенге. Что такое 300-400 миллиардов тенге? Это где-то 700-800 миллионов долларов. Вдумайтесь. Минимальный размер помощи в экономику страны, включая и борьбу с коронавирусом, должно быть минимум 27-28 миллиардов долларов. Почему? Потому что это 15% от объема ВВП, размер которого приблизительно 180 миллиардов. И вот давайте посмотрим, что делают англичане. Они, значит, эту сумму выделяют и говорят, что они сейчас считают, что если они это не сделают, то будут колоссальные потери. Что говорят англичане? Я специально взял, распечатал и хочу сказать, они оценивают даже при той помощи, которую они будут сейчас осуществлять, размер падения, объем производства или ВВП, производит падение на 5%. А до этого они были все время в режиме роста 2-3% в год. Представляете? Масштаб падения. Это значит, даже если такие ресурсы будут выделены, эксперты говорят, англичане потеряют минимум 1 миллион рабочих мест. То есть люди будут выброшены, уволены, сокращены. И теперь что? Какие действия предпринимает в этой связи правительство Англии? Правительство Англии говорит, что центральный банк Англии будет выделять крупные займы, при том они будут дешевле, чем те, которые сейчас берут. Они берут по 2-3 годовых. Как вы понимаете, если английское правительство заявляет, что это будет дешевле, это, наверное, просто беспроцентные будут займы. Почему беспроцентные? Я сейчас скажу, я вот просто вижу. Что они собираются делать? Значит, будут выделять ресурсы, практически условные проценты. Для малого и среднего бизнеса они собираются увеличить размер кредитования до 5 миллионов фунтов. Это порядка 6 миллионов долларов. Это просто, если предприятие испытывает сейчас проблемы, они такие вливания получат. Дальше они получают льготы, не платят налоги на недвижимость. Это гостиничный, торговый бизнес, туризм на один год. Разные магазины, пабы, театр, музыкальные площадки, рестораны не будут платить этот налог 12 месяцев. И еще английское правительство выдает безвозмездные гранты до 25 тысяч фунтов. То есть, это приблизительно около 30 тысяч долларов. Теперь маленькому бизнесу. 700 тысяч предприятий. 700 тысяч маленьких бизнесов получат безвозмездно по 10 тысяч фунтов. 700 тысяч малых предприятий. Вдумайтесь. У нас их тоже много. Они получат вливание со стороны государства по 10 тысяч фунтов. Далее, мы поднимали тему процентов по кредитам, ипотеки и все прочее. Англичане дают трехмесячные каникулы. Сейчас, на данный момент, чтобы в течение трех месяцев люди не платили проценты по ипотеке. И вот, смотрите, английское правительство даже сейчас заявило, что может взять на себя оплату заработных плат предприятий. Представляете? Объем инвестиций. То есть, предприятие работает, у них сейчас будут проблемы со сбытом продукции. Их зарплату собирается выплачивать английское правительство. Представляете, масштаб действий, который сейчас они осуществляют. Это очень быстро происходит. Понимаете? И у них экономика продвинутая. Не как наша, скрипит как старая арба. И вот такой размер помощи. И вот, все это делается. И тем не менее, эксперты говорят, что размер помощи будет недостаточный. Представляете? Масштаб. Это 420 миллиардов долларов. Считайте, что наша экономика меньше английская, ну раз 20. Вот поделите 420 даже на 20. Минимум 20 чем-то миллиардов долларов. Это тот объем, который должно сделать наше правительство. Они рассказывают сказки. 200 миллионов тенге, триллион своими предприятиями и все прочее, которые в банки Назарбаева идут. Теперь я хочу сказать о следующем. Мы предложили каждому гражданину выплатить 50 тысяч тенге. С учетом того, что сейчас курс 450 и на следующей неделе будет за 500 уйдет. Я вам ответственно заявляю, что вы увидите. Падение цен на нефть на этой неделе будет 25 долларов за баррель. На следующей неделе будет еще меньше. И курс тенге уже в начале недели будет минимум 500. Ни у кого не должно быть заблуждений. Не верьте нашему национальному банку, правительству, когда они что-то рассказывают сказки. Не держите свои сбережения в тенге. Держите только в долларах или евро. Так вот, если считать, что курс будет минимум 500 на следующей неделе, 50 тысяч тенге это каждому человеку всего лишь 100 долларов. Это вообще ничего. Так вот, даже если правительство выполнит наши требования, 50 тысяч тенге, каждая семья, в зависимости от количества детей, получит 200-300 тысяч тенге. Это хоть какая-то помощь. Хоть какая-то помощь, когда сейчас необходимо купить маски, оплачивать коммунальные услуги, другие какие-то расходы, купить продовольствие. Эти деньги просто помогут людям выжить в этой ситуации. Вы посмотрите, что они делают. Показывают Алмату, Астану, завозят броневики, завозят военные машины, запугивают людей. На штыках сидеть нельзя. Вы все это прекрасно знаете. Все это, в конце концов, если сейчас правительство не предпримет экстренные действия, выльются массовые беспорядки. И никакие законы АЧС не помогут. Люди выйдут тысячами и снесут это правительство. Я сейчас беспокоюсь не о них, потому что это правительство, Назарбаев, уже ясно. Они будут смятены. Это очевидно. Но сейчас очень важно, чтобы мы не пришли на руины, чтобы мы не создавали народное правительство. Правительство народного доверия не создавали на руинах. И мы сейчас заинтересованы, чтобы этот процесс смещения этого режима прошел как можно мягче. Как можно мягче, чтобы мы могли работать с чем-то, с какими-то хоть ресурсами. Вот я вам пример привел англичан. Теперь смотрите, Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки объявили о размере экстренных действий на сумму свыше триллиона долларов. Вдумайтесь, свыше триллиона долларов. Ну хорошо, даже если считать, что наша экономика в минимум 50 раз меньше, чем у американцев. Минимум. Но ясно, что даже в этом случае 20 миллиардов долларов Назарбаев обязан выделить. Обязан выделить на поддержку и экономики, и борьбы против коронавируса. Я сейчас аргументирую, что произойдет, если это правительство чрезвычайно не выделит эти деньги. Итак, каждый гражданин США, было принято решение, Трампом, президентом США, получит безвозмездно по тысячу долларов. Безвозмездно. Если считать, что в Америке 330 миллионов человек, то есть мгновенно в экономику страны вливается 330 миллиардов. Это оживляет экономику, эти деньги идут на покупку разных товаров, бизнес не разоряется. Люди получают эти деньги, они оплачивают опять же аренду, ипотеку, какие-то другие расходы, продовольствие. И это решение уже принято. И обратите внимание, теперь эксперты говорят, что тысячи долларов на человека недостаточно. Они считают, что нужно выплатить по 2000 долларов. Я убежден, что когда будет выплачено от 1000 долларов в ближайшее время, будет принято следующее решение, выплатят еще. Так что вы можете осознавать и понимать, что как действуют эти страны, где развита экономика, где нет такой зависимости от нефти. Это всего лишь в их бюджете нефть несколько процентов дает, наверное. Но за счет того, что цены на нефтепродукты в Америке упадут, эти деньги другие отрасли сэкономят, у них всплеск развития в других секторах экономики произойдет. То есть себестоимость, потому что продукция уменьшится, дешевле станет, инфляции не будет, у них и так нет инфляции. Но в любом случае, это благо для Америки. Низкие цены на нефть и нефтепродукты. И обратите внимание, эта страна принимает экстренные меры, объявляет о программе помощи свыше триллиона долларов. И здесь, чтобы вы понимали, масштаб бедствия того, что происходит в мире. Я могу пример один привести. Корпорация Boeing, вы знаете, вот эти самолеты, которые мы пользуемся, запросила помощь у правительства США в размере 60 миллиардов долларов США. Для чего я это вам говорю? Чтобы вы понимали масштаб бедствия. Чтобы вы не занимались самоуспокоением. Я вам сейчас рассказываю мировую экономику, рассказываю то, что скрывает наше правительство. Они не рассказывают о том, что происходит в экономике нашей страны. Они не рассказывают, что ожидает. Я вам сейчас рассказываю, что происходит в мире. Чтобы вы осознавали, надвигается гигантская волна на нашу страну. И мы здесь можем избежать катастрофы только в том случае, если мобилизуемся, если объеднимся, если мы начнем совместно действовать, осознанно, понимая, что делать. Я хочу этот путь вам показать. Итак, в Соединенные Штаты Америки только авиационные отрасли собираются инвестировать безвозмездно размер помощи до 100 миллиардов. Потому что только один Боинг просит поддержку 60 миллиардов. Но, конечно, мы самолеты не производим, но у нас есть туристические компании, которые тоже сейчас разорятся. Их много в нашей стране, которые обслуживали разные туристические рейсы наших граждан. Они разорятся. У нас есть тоже и авиакомпания, которые сейчас очень скоро уменьшат свои перелеты. А международные перелеты уже закрылись. Точнее, они уже уменьшили. Сейчас Казахстан закрыт. Самолетный парк будет простаивать. Они будут нести убытки. Не смогут оплачивать займы, потому что многие эти самолеты куплены на займы. Не смогут оплачивать. Авиационная индустрия сейчас попадет в состояние банкротства. Чтобы вы понимали, что это такое. Какой масштаб проблем надвигается в нашу страну. И не случайно Боинг запросил 60 миллиардов долларов. Это два годовых бюджета нашей страны. Понимаете? Что происходит? Ну и сейчас, хотя Америка объявила карантин всего лишь на 15 дней. И такой пакет помощи в реальности Трамп заявил, что судя по всему карантин продлится до августа. То есть вы понимаете, какие будут потери в мире и какие ужасающие последствия будут в нашей стране. То есть мы понимаем, как действует мир. Италия. Италии довольно много жертв от коронавируса. Пакет помощи огромный. Но я вам просто для сравнения скажу. Каждому человеку, каждому гражданину Италии выделяет 500 евро. 500 евро. Поэтому вы понимаете, что наш пакет, который мы озвучили, я могу подтвердить, с удовлетворением сказать, что он соответствует требованиям времени. Он соответствует лучшим стандартам, мировым стандартам. Потому что мы озвучивали этот пакет тогда, когда еще ведущие страны мира не озвучили свои предложения. Мы, скажем, наши предложения, они соответствуют мировым стандартам, как вы видите. Поэтому это не популизм, это реальность. Пакет помощи, который мы озвучили на сумму 3 миллиарда долларов, который включает в себя 50 тысяч тенге каждому человеку, безвозмездную помощь. Раз. Медицинским работникам доплачивать до тех пор, как минимум до 1 июля, по 50 тысяч тенге. Это вообще мизерные суммы. Ко мне обращаются люди, говорят 50 тысяч тенге мало, но на семью хотя бы по 50 тысяч, это будет 200-300 тысяч тенге. Хотя бы врачам по 50 тысяч тенге. Это минимальная помощь. И мы говорили о том, что Назарбаев обязан приказать своему зятю Тимуру Кулебаеву и понизить цены на нефтепродукты минимум на 50%, на газ минимум на 20%. Я хочу обратиться к Назарбаеву. Я знаю, что вам передают мои выступления, вы их смотрите. Я хочу вам следующее сказать. Конечно, вы абсолютно необразованный человек. И сколько я с вами работал, вы все время жаловались. Говорили, что приходит один человек, я ему верю. Приходишь ты, а тебе веришь, что же мне делать? Уходить надо, надо уходить и дать дорогу тем, кто реально понимает мировую экономику, может управлять страной. Я могу свой опыт общения подтвердить, что когда в 2007 году был кризис мировой, мы Назарбаева тогда проинформировали. Собралась группа банкиров, экономистов. Мы ему сказали масштабы потерь. Он был сначала напуган, а затем Карим Масимов, Тимур Кулебаев, Хайрат Келембетов полетели где-то, где он был на отдыхе. И убедили, что все нормально, это молодежь, эти такие нехорошие олигархи и все прочее. Они хотят прийти в власть и ничего не будем делать. В итоге это привело к тому, что наступил реальный кризис, наступила девальвация в 2009 году. И когда этот был кризис, Назарбаев решил воспользоваться. Пришел его зять Тимур Кулебаев, Карим Масимов и еще ближайшее окружение. Говорят, а давай мы, Нуслан Бишич, погреем руки. Но в итоге, вы знаете, прошли несколько кризисов. Что получилось? Банковский бизнес, который был одним из лучших, действительно был одним из лучших в СНГ, он провальный, он завалился. Они захватили мой БТА-банк. Через короткое время они захватили Коскомбанк. Фактически вычистили все банки. Все банки оказались в их руках. Они монополисты на финансовом рынке. Они монополисты во всех секторах экономики. Все крупные отрасли владеет семья Назарбаева. То есть каждый кризис был направлен на то, что эта семья вытесняла других бизнесменов, не давала никому работать, обогащалась и становились монополистами. Ситуация сейчас такова, что эти люди, они полностью деградировали. Они не в состоянии управлять экономикой. Они думают, что удержат режим на штыках, платя просто полицейским, силовикам. Я хочу вам сказать, что в 1979 году в Иране был сметен шахский режим, который тоже получал огромные доходы от нефти. Вместо того, чтобы правильно их распределять внутри страны, просто платил силовикам, разным своим подчиненным, которые, как он считал, помогут удержать власть. И в 1979 году наступила ситуация, когда была иранская революция. Миллионы людей вышли на улицы и власть была сметена. Там такая же ситуация была, нефтяная страна, все было внешне красиво, все это кончилось. Поэтому, с учетом того, что Назарбаев абсолютно неадекватный, вы видите, каждое выступление это анекдоты, кино. Но, вы понимаете, должны, что нынешнее правительство, вот всеми своими действиями неадекватными, только загоняет страну на шаг, еще следующий шаг к катастрофе. Эта катастрофа надвигается. Я никого не запугиваю. Коронавирус вы ближайшие 2-3 недели на себе почувствуете, к сожалению. Цены на нефть упадут, будут минимум 20 долларов за баррель. В начале года они были около 70. То есть, цены упадут 3-4 раза. Это приведет к массовому сокращению людей. Сейчас идет сокращение, но это будет в нефтяной индустрии, это подрядчики. И цепная реакция начнется по всей стране в ближайшие несколько месяцев, вы это на себе почувствуете. Президент Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом приведет к тому, что в стране будет безработица до 20%. Это в той стране, где всего лишь несколько процентов безработных, представляете, президент этой страны заявляет до 20%. Хотя в нашей стране нынешняя власть заявляет, что у нас безработных всего лишь около 5%, что неправда. Потому что несколько миллионов так называемых самозанятых, их сделали, что они якобы работают. А это те же самые безработные. В реальности наших безработных порядка 30%. При общей численности якобы работающих более 9 миллионов человек, представьте себе, что этот кризис приведет к тому, что станет на 20% больше безработных. Что такое на 20%? Это значит, что свыше 9 миллионов человек, из них взять 20% на рынок, в этом году будут выброшены 2 миллиона человек. Пусть миллион. Миллион человек, даже по минимуму, безработных, это для нашей страны. Это будет катастрофа, это массовое обнищание, это будет хаос. И самое главное, эти люди, даже мы не будем никого призывать на митинги, предлагать добиться смены режима, они сами пойдут на аккорду. Эти миллионы просто снесут и, к сожалению, пострадает не только политическая верхушка, но и пострадает и крупный бизнес, и меньший бизнес. Потому что народ будет беспощадно с ними расправляться. Вот, к сожалению, куда идет ситуация. Сейчас еще многие из вас оглядываются по сторонам, кажется, что ваша жизнь не очень сильно изменилась, но она изменится очень быстро. Как вчера вот был Советский Союз, потом в один день раз и не стало Советского Союза, и после этого начался обвал. Вы помните, как было в начале 90-х годах? Сейчас ситуация хуже будет, к сожалению. Мы все должны это осознавать и в условиях кризиса не паниковать, обедняться, группироваться. И мы в состоянии это сделать. Мы в состоянии это сделать. Я сейчас хочу сказать, что мы находимся в предреволюционной ситуации. Еще раз хочу сказать, если Назарбаев каким-то образом хочет спастись, у него нет вариантов. Цены на нефтепродукты на 50% должны быть понижены. У него нет вариантов. Наши граждане должны получить хотя бы по 50 тысяч тенге, включая младенцев. Наши граждане должны получить скидку на газ. Наши граждане должны до 1 июля не платить проценты по кредитам. Наш бизнес должен получить поддержку со стороны государства и получить кредиты на 10% годовых меньше, чем то, что у них есть. Если у них ставка 15-20, кредит должен быть оформлен 5 или 10 годовых. Эти 10 годовых проценты должно выплачивать правительство, если вы хотите спастись. Я знаю, что меня слушает это правительство в полном составе. Среди них есть, безусловно, грамотные экономисты. И они понимают, что я прав. Но они никогда не смогут эту ситуацию рассказать Назарбаеву. Там, конечно, сейчас я видел министра экономики, министра торговли, абсолютно люди, не владеющие ситуацией, не профессионалы. Они говорят о том, что цены завышены, мы будем контролировать, мы будем требовать, что ваши цены на продукцию были такие же, как 2 недели назад. Уважаемые министры, вы где образование получили? Вот мне сейчас более 50 лет я получил образование в Советском Союзе. То есть даже я понимаю, что такое рынок, понимаю, что такое курс валют и все прочее. У вас тенге уже стало 450, 2 недели назад она была 382. Как вы хотите, чтобы у бизнеса была та же самая стоимость? Как вы хотите административным образом заставить, чтобы бизнес продавал по тем же самым ценам, когда тенге обваливается, когда основные товары привозятся из-за рубежа? И безусловно цена должна вырасти минимум на 30%, а в реальности ближайшие 2-3 недели на 50%. Как могут министры экономики, министры торговли говорить о том, что оставьте цены неизменными и говорить, что мы с вами будем разбираться? Это просто позор. Это таких людей надо полностью дисквалифицировать. Я просто поражен, что это и предыдущие правительства, они все время пытаются прокурорским мерами отрегулировать цены. Хотя инструментов для того, чтобы цены были стабильны, их много. Единственный национальный банк страны, единственный в мире, это единственный банк Казахстана, принял решение увеличить ставку с 9,5% до 12 годовых, когда все банки мира роняют учетную ставку, делают дешевыми кредиты, чтобы было больше доступа к кредитным ресурсам, чтобы предприятия могли работать. Наш национальный банк делает ставку выше на 2,5%. Это вообще немыслимо. К сожалению, нынешнее правительство абсолютно непрофессиональное. Не то, что слабое, оно вообще непрофессиональное. Все их действия являются не теми, которые, говорит английский премьер-министр, решительны. Или, как говорил Трамп, мы должны действовать. Или, как опять же, английский премьер-министр говорит, мы сейчас как на войне, мы потеряем миллион рабочих мест. Нет, они вас успокаивают, убаюкают, они лгут. И это, к сожалению, приведет к катастрофе. Мы понимаем, что действующее правительство ничего полезного не сделает. Поэтому мы сами себя должны спасать, мы должны объединяться, требовать. Сейчас минимальные требования 50 тысяч тенге каждому. Медицинским работникам поднять минимум на 50 тысяч тенге доплаты. Чтобы не платить проценты по кредитам с 1 марта до 1 июля, мы должны потребовать, чтобы эти автомобилисты, их около 200 тысяч человек, просто могли растаможить машины. Мы должны потребовать, чтобы пошлины никакие на товары не устраивали, чтобы как минимум до конца года все пошлины были сняты, кроме тех мер, которые правительство объявило. Это хоть как-то поможет на месяц-другой, но не более. Реально пакет помощи должен составлять до 30 миллиардов долларов США. Не 2-3 миллиарда. Даже то, что мы предложили 3 миллиарда, правительство этого не делает. Они говорят, мы там 300-400 миллионов долларов. То есть в 10 раз меньше, чем то, что мы предлагаем. Реальность такова, что правительство должно целый пакет разработать на сумму не менее 30 миллиардов долларов США. Уважаемые друзья, я для чего все это говорю? Для того, чтобы вы каждую неделю убеждались по курсу, Облязовый был прав, по нефти был прав, по потере рабочих мест то же самое. Я буду показывать, как действует глава государств в других странах мира и буду показывать, как они решают свои проблемы. И вы на этих примерах, на этой разнице будете еще раз убеждаться, что шал наш абсолютно недееспособный, что все правительства недееспособны, что вы еще раз убедитесь, что такая просто мебель, а может и опилки уже. Вы все это убедитесь и поймете, что так жить нельзя. Это вам придаст решительность и мы сможем вместе с вами добиться смены политического режима. Я эту работу буду делать постоянно, чтобы для вас стало абсолютно понятно. Мы находимся на пороге большой катастрофы и мы должны уйти от этой катастрофы именно своими усилиями, не дожидаясь, что этот кормчий Плицен Назарбаева выведет наш Казахстан из кризиса. Он уже не выведет. Поэтому давайте действовать, объединяться. Мы очень скоро назначим дату массового митинга. Мы не будем смотреть, что есть какие-то ограничения, ЧС и так далее. Потому что до этого мы проводили митинги, когда был запрет на митинги, ничего. И пикеты были запрещены. Но очень скоро наступит момент, когда голодные люди сами выйдут на улицу. И этому режиму будет конец. И очень плохо, что Назарбаев это не осознает. Но что сделать? У него уже мозг атрофировался. И он и так раньше был плохо подготовленный. Но раньше он какую-то группу людей слушал. Сейчас он уже полностью не в состоянии управлять. Поэтому, уважаемые друзья, давайте действовать. Алгах Азастан.